Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада видеть вас снова, всех на своем канале. Мы прогуляли с вами прошлую неделю, давайте на этой поработаем. Итак, что ждет людей под знаком Зодиака Стрелец с 19 по 25 апреля? Поехали! Смотрите, Стрельцы, у вас очень интересные карты, и о чем они говорят? На этой неделе вы, каждый из вас, получит что-то очень важное. И в этой комбинации карт я вас хочу предостеречь вот от чего. От того, чтобы вы правильно распорядились с тем, что вы получите. То есть первая ваша эмоция, которую вы можете испытать, она может быть ложной. На этой неделе вам Вселенная пошлет то, что вам нужно для вашего развития. Это будет подарок с небес. Это будет благословение Божье. Но оно может выражаться не обязательно в каком-то безумном счастье, которое вы испытаете. То есть вы ждете какого-то великого счастья. Это может быть какое-то событие, даже неприятное. Либо это событие может вам на первый взгляд показаться ничем особенным, чем-то обыденным совершенно. Но эта первая эмоция, она может быть ложной. То есть вы должны понимать, что вы можете даже не заметить, о чем речь. Но произойдет какое-то событие, которое приведет вас к более хорошей жизни. То есть для кого-то из вас это могут быть даже потери. То есть кто-то, может быть, останется без работы. Кто-то, может быть, у кого-то сорвутся какие-то планы, какие-то проекты, какие-то сделки. Кто-то, может быть, поссорится с кем-то. Может произойти даже такое. И вы скажете, ну какие подарки с небес, у меня полный краха на этой неделе. Но самое главное вам не делать поспешных выводов по девятке мечей. Вам важно не... Здесь может быть самообман, здесь может быть недопонимание. Знаете, как говорят, если Вселенная что-то забирает, это для того, чтобы дать нам что-то лучшее. Или то, что иногда какая-то потеря, вам это кажется сегодня крахом каким-то. А на самом деле это был огромный подарок с небес. И вы понимаете, что вам лучшее что-то дали. Или то, что у вас забрали, это вообще на самом деле был ужас и кошмар. То есть туз-чаш может проявиться на этой неделе различными способами, в различных масках. Вы можете сразу и не понять. Но не обязательно в негативе. То есть я вас просто предостерегаю от того, чтобы вы не отчаивались, если что-то будет идти на этой неделе не так, как вам хотелось бы. Просто эти две карты в совокупности говорят о том, что вы можете реально не видеть того, для чего вам что-то даётся. Или для чего у вас что-то отнимается. Поэтому, дорогие мои стрельцы, на этой неделе самая главная рекомендация от карт – это испытывать чувство благодарности, независимо от того, что будет с вами происходить. Потому что, во-первых, чувство благодарности повышает вибрацию и запускает энергию изобилия в вашу жизнь. То есть это именно то, что является ключом к тому, чтобы реально получать всё самое лучшее для себя. И нужно, знаете как, тренировать благодарность в своей жизни. Сначала просто автоматически нужно довести до автоматизма, говорить вместо «спасибо» слово «благодарю». Вы будете это говорить автоматически, вы не будете вкладывать в это ничего. Но со временем вы по-другому будете себя ощущать, когда вы говорите это слово. Вы станете каждый раз вкладывать в это слово энергию. И вот когда вы начнёте вкладывать в это слово энергию, каждый раз, когда вы его произносите, тогда оно начнёт работать. Это вам такая рекомендация. Поэтому на этой неделе я рада, если этот подарок с небес для вас откроется чем-то положительным сразу, и вы ощутите сразу радость, счастье, понимание того, что вам дали и для чего. Но если это будет через потерю, я вас тоже прошу не горевать и не отчаиваться, потому что то, что будет Вселенная делать на этой неделе для вас, это будет делать для того, чтобы ваша жизнь стала лучше. Поэтому будьте оптимистичны, с благодарностью принимайте всё, что происходит в вашей жизни и знайте, что Вселенная всегда вашу жизнь делает лучшей для вас. Просто поверьте и доверьтесь высшим силам. Удачи вам и до новых встреч!